Как-то, будучи приглашенным к одному человеку в тот район, не хочу говорить где конкретно, в самом центре Каира, меня пригласили в роскошные апартаменты, где мы с хозяином дома пили чай в большущем холле на первом этаже. После короткого общения человек, пригласивший меня, вдруг заплакал и поведал мне, что по милости Аллаха я стал причиной его покаяния. Я попросил рассказать об этом поподробнее, и он провел меня в богатые убранством комнаты. Там были кабинеты, библиотеки, комнаты для гостей и сна, и были комнаты, подготовленные для Зина, прелюбодеяния. Дальше он рассказал, что у него четыре служащих, работа которых заключалась в поиске красивых женщин для удовлетворения его страсти. Каждый слуга находил самых красивых девушек, выполняя свой функционал. Человек клялся, что вино в его доме лилось рекой и подавалось к столу чаще, чем вода. И ни одна его ночь не проходила, кроме как он совершал грех прелюбодеяния в ней. Он говорит, однажды в одной из первых ночей Рамадана, вторая или третья ночь, точно не помню, я слышал отчетливо, как в мечетях люди совершали тарових намаз. Я же в пьяном угаре смеялся над ними и продолжал предаваться пьяным утехам. Вкусив плоть одной новой молодой женщины, я приказал привезти еще одну, так как греховная страсть пылала во мне. Пока слуги занимались своим делом, я сел у телевизора и стал листать каналы для взрослых, чтобы найти какой-то фильм 18+. Переключая каналы, я увидел шейха Мухаммада Хасана, говорит он, в белых одеждах с нуром на лице. Я переключал каналы и слышал шейха. Мне стало интересно, об опасности какого греха он говорит, о чем он говорит. Он слушал минуту, две, после отложил пульт в сторону и стал внимательно вслушиваться в то, что говорил шейх с экрана телевизора. И, Субхан Аллах, в этот вечер по предопределению Аллаха и его мудрости мы говорили в передаче о грехе прелюбодеяния. Прелюбодей слушал, не отрываясь, 40 минут из урока. Сама же передача в тот день длилась час. После 40 минут наставления он заплакал. Говорит так, как он не плакал в своей жизни никогда. Слезы покаяния заливали его лицо. Он поспешил в ванную комнату, взял гусль, очистил тело от скверной прелюбодеяния. Покаялся всем сердцем и упал в судью. Слуга с новой куртизанку застали его молящимся в намазе. Они в первый раз видели хозяина в таком состоянии очищения перед Аллахом. После его многих грехов это казалось им невозможным. Хозяин дома плачет. Что случилось, неудоумевали они. Они попросили уйти девушку. И говорит человек, через два дня я был уже у Кааба в Мекке, совершающем умру со своей законной супругой. Клянусь Аллахом, после этого никогда больше не совершал этого смертельного греха прелюбодеяния. Я первый раз в жизни по милости Аллаха, а затем после вашей передачи о шейх, совершил намаз первый раз за всю свою греховную жизнь. Мои служащие, которые знали меня очень хорошо, не верили своим глазам. Тот, кто каждую ночь утопал в вине и разврате, тот, кто пил вино больше, чем воду, а Зина совершал больше, чем супружеские отношения с женой, принес покаяние, оставил грех и стал на путь исправления и соблюдения религии Аллаха. Поэтому я хочу сказать многим соблюдающим братьям, те, которые риски сослушниками Аллаха, не берите на себя прерогативу Всевышнего, не определяйте кого-то в ад, а себя в рай. Говоря, такой-то джахиль покатился в преисподнюю и в ад, и как скверно это пристанище, так нельзя относиться к оступившимся людям. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник. Просим Аллаха забрать нас к себе покаявшимся ему.